Все вместе? Кроме этого. Вот, нашего золотого генерала. Поэтому, действительно, ход лучше данной позиции. Это ход золотого. Чем-то хорош, во-первых, этот превращенный ладья становится еще дальше от крепости. Все еще сложнее добраться до крепости соперника. И... Возвращается ладья вот сюда. Ну, не знаю. Очень-очень пассивный ход. Естественно, эта ладья тебя защищает коня, а эта ладья не защищает, но ход настолько пассивный, что я продолжу сюда и верну в эту позицию. Потому что, казалось бы странно, тут надо вроде либо ладья возвращать, либо забирать коня, но Сергей убирает очередное адди. Адди — это возможность. Дело в том, что в этой позиции был такой вот вариант. Так же, при возвращении слона, однако по краю. И в лице от 3-0-1, соответственно, Сергей тут же убирает это адди. Это ход по первой линии? Вот этот вот. Нет, там предлагалось по-другому. Это вообще не рассматривался, но я снова много потерял. На самом деле, да, этот ход такой непроигрышный, но и невыигрывающий. Абсолютно становится равная позиция. И начинается так по краю, да? Да, сейчас. Ну ладно. Копьё меняется на коня и ловится ещё на копьё. А если сбивать королём, то, конечно, позиция тоже не очень весёлая, потому что такое вот очень опасное место появляется. И эта ладья как раз-таки может уже как-то и включиться. Хотя время тоже можно не будет разбирать. Вот. Сергей сбил со спешку копьём. У Винцента не осталось спешек на руках, но сейчас он её получит. Вот. Надо набрать как-нибудь. Ну... Да, он такой, наверное, опытным игроку более всего. Видится, это король обьёк. Король на вот... И, кажется, на седьмой горизонтали. Там такие крепости бывают очень редко. Ну и эта позиция... Эта посреди фигурализована с крепостью. Это скорее такая стерка. Вот. Но короля вот... Высокого короля... Он высокий по сравнению, если бы он был вот здесь. Очень трудно достать. Бывает. Ну... Очень трудно. А более того... Король атакует коня. И ещё король... Ну, это, конечно, будет очень... Всё ещё остаётся. Следующий ход был? Да. Да. Я так понимаю... Пешка девять семь. Пешка девять семь. Пешка девять семь. Семь или... Семь. Семь. Лучше. Ну, если король заберёт коня... Семь или... Семь. Это не приметится. Очень... Очень опасно. Да. Опасно в месте. Ну и... Да. Ладно, опасно в месте. Тут просто... Вот такая какая-то штука пойдёт. Или ладью перевести. Ну, сначала так, а потом уже ладью сюда. Повести. Поэтому эту пешку... Конечно, это ладью для того, чтобы... Как я ещё... Семь. 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 Кончу. Если коньончик заберёт. И копия на девять нету, наверное. На девять, а копия нет? Да, копия на девять. А я вам покажу. Наверное, превратить и поставить его сюда. Ну, в данной позиции вот, конкретно в данной, я так понимаю, у Сергея уже значительное преимущество. И... Не факт. И... Не факт. То, что... Не факт, что он, на самом деле, что-то ему и даёт. То есть, код, конечно... Объяснил. Король также защищён и очень далеко находятся от атаки. Дело в том, что... Здесь, возможно, какой-то... Ну... Может быть, в последующий... Какой-то момент, в последующий бро сюда. То есть, копьё шоу с линии и крепость, на самом деле, слабая. Тем не менее, по защищённости короля, я думаю, они в одинаковом положении. Второй критерий — это материальное преимущество. Ну, тут можно подсчитать очки. Четыре генерала находятся здесь, то есть, по генералам всё в порядке. Теперь считаем копьё. Два копья тут, одно копьё здесь. Второй копьё. То есть, три копья у Сергея, одно копьё здесь. То есть, пока что тут плюс пять семь шесть. Считаем коней. ТОМСОВИТА 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 Продолжение следует... 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 Четыре они играли, еще два-два, и самое интересное, что Винцент ни разу не выиграл Сергея дважды подряд. То есть, вот сейчас последняя встреча у них победа, у Винцента, и вот сегодня... Сейчас в Беларуси он выиграл и выиграл в Киеве. Два короля, в одной из них точка, второй без точки, это хорошо видно. В чем особенность? Один из них называется Осин, второй Георгий, Георгий без точки, да? Иероглиф, насколько я знаю, это король, аналог короля, может быть назвать император, но в общем по этой религии это довольно священная фигура. Так, в принципе, вот этот вот иероглиф. Поэтому считается, что не может быть на доске два одинаковых, две, он один император, король, да? Да, и этот считается, что он претендент на... Поэтому они нашли похожий иероглиф, который аналогичен, ну, очень похож на иероглиф короля. Этот иероглиф оказался какой-то драгоценный камень, я не помню. Бриллиант. Бриллиант? Да, его называют бриллиантом короля. Соответственно, так как это не полный иероглиф, там еще внизу иероглиф все, получается, о, все, да? Король-генерал, а этот, получается, бриллиантовый генерал, то есть некий военачальник, который поднял войско, пошел против истинного императора. То есть только смысл в этих нюансах, потому что игра создавалась, напомню, тысячи лет назад, а современным правилам, по-моему, около 500 лет. Именно правило выставления возникло, именно создал император Гонаров. Король, абсолютно. Кроме серебра на 7, есть какие-нибудь варианты? Ага. Из-за такой, наверное, нет. Ну, защитный день. Что? Ну, последний ход, почему злотный день? А почему не на 7 аж? Сотов. Нет, почему не на 7 аж? Да. Копьё работало в нападении. Почему не на 7 аж? Да. Забирайте кое-нибудь сюда. Да. Ну надо брать, да. Ну, поэтому, короче, сюда, потому что злот забирали. Ну, мне интереснее вот сюда, потому что это вообще без угроз. Ну да, зачем эти лишние? Сотов здесь вот по-другому было. Нет, по-другому. По-другому. То есть это вообще без угроз, я взял абсолютно три дайва. Вообще, это стремный вариант, потому что отдать пешку и потом прыгнуть к нему. Отдать пешку и прыгнуть к нему. Да. Я заберу и, я так понимаю, теперь брусь сюда. Да. Да, слона мы перекрыли, отдали ещё одного коня. Ну, в смысле, у тебя вниз. Плюс три сотни там у Сергея. Это позиция равная была. Я не понимаю, почему он право дьюсу так. Сейчас, покажите наглядно. Сейчас. Вот. Вот. Вот это пешка. Вот. Это позиция. Нет, не такая позиция. Вот такая. Средний генерал точно тут. Вот. Здесь пешка. Здесь пешка. Те, кто играют в сёги, знают… Здесь ещё пешка спела. Пешка не поднята. Еще не поднята. Нет, над королём. А, да, не поднята. Те, кто играют в сёги, знают, что… Крывая атака. Одна из самых популярных. Крывая атака. Крывая атака. Атака копьём. Вот там, где король находится. Но для кровевой атаки неплохо было бы, чтобы было побольше пешек. Да. Одна пешка не цена. И вот допрашивался здесь ход. Мне лично, у меня. Просто забрать эту пешку. Ну вот. На самом деле, да. Ход ни о чём. Но хотя бы и есть пешка. Вот пешка. И атакуй дальше. Что здесь делает ладья, я вообще не понимаю. Что она здесь делает? Я повторю. Мы, когда заходим в комнату… Как раз… Мне действительно лучше бы сюда. Мне вот сюда показалось. Как раз… Сюда что? В комнатной комнате… Мне вообще сейчас интереснее вот такой. Вот такой? Да. Сейчас посмотрим. С угрозы на 2. А, нет. Стоп. Знаете, почему он заходит? Копьё в лоплозе. Действительно. Просто к пешке заходит. Да. Собственно. Поэтому, скорее всего… Всё, пешек нет. У меня нет. Вот. Поэтому, конечно. Вот. Я думаю, в этой позиции, которую уже… Вот, опять же. Этот же ход и предлагает защищать коня. Вот, защищать ладью. Я бы не выставлял этого коня, а элементарно… Дел бы пешку, как… Коня забирать, предлагается. Эм… Дел пешку, да. Коня забирать, вот, предлагается. Да, 2-1. Покажи. Да. И тут… Потом опять сходи сюда. Он предлагает забирать коня. И коня… А я бы вот… Элементарно он там вот выходил. Ну, сейчас предлагается. И… Преимущество, чем было. Насколько гораздо больше? Ну… 400 очков. Ну, это… Так. Забирается пешка. Он… Предлагает забрать коня. А, что, пожалуйста. Так, это так получилось. Выставил коня. А. Сейчас. Секунду. Вот. 4-4. Да. Действительно. Секунду. И сюда что-то делать. Я паковать, правильно. Ну… Забрать. Забрать. Нет. Сначала забрать копьё. Сначала забрать копьё. Там уже дальше игра продолжается. Ну, ладно. Вернем вы. Что? Сколько пешек? Нет. Просто перекрывается. Ставится копьё. 4. По 4 пешки даже. 4 пешки. А, тут 4. Тут. Где-то тут пешка. Я тоже сделал странный ход. Нет. Копьё это отличный ход. Отличный. Сирепрона 4. Секунду. Так ничего нельзя сделать. Секунду. Забрать. Забрать. Копьё это забрать. Копьё поставил у нас. Я имею в 9. Хорошо. Но предлагаю компьютера пустить. Ну, я предлагаю пустить, потому что она меняется всё то же самое. Ну, как то же самое, вы у тебя поняли. Ну, весь туда, чтобы не давать сюда ничего. Ну, да. Хорошо. Значит, следующий ход такой. Если так, то вообще всё круто. Сядь здесь золото забрать. И куда-нибудь его выставить на 5. А вот это? Нет. Ну, это не ади, это просто. Это единственное, что надежда, что там дракон есть рядом с королём. Всё, это можно сразу сдаваться. Нету серебра. Так что мы сейчас будем наблюдать, скорее всего, вот концентр. Ну, это и... Ну, нечего не происходит. Всё. Ничего нету. Предлагаю. Поднимается, пешка по седьмой. Сейчас посижу немножко. Пешка по седьмой. Да, поход пешку по седьмой. Ну, если понятно, посмотрите, тут... Недолго. Большое количество пешек... О, всё, сдался. Сдался? Да. Ну, потому что, да, залить нечего уже. Ну, то есть здесь...